добрый день на канале томата больше чем любовь Светлана Чернова итак томатный сезон продолжается сегодня 23 сентября я хочу рассказать о ребристых томатах которые у меня росли в моей теплице и в грунте что из них получилось как они понравились и будут ли они у меня моей коллекции лучше показывать и рассказывать о семенах пока еще какие томаты остались многие уже ушли как говорится который вот с тонкой кожурочкой сортовые большие мясистые они уже ушли давно своих местах в салатах кто где которые уже съели что-то заморозили сегодня я хочу рассказать о тех томатах которые вот у меня тут остались и которые уже и не остались первое я хочу рассказать об измайловском ребрист измайловский ребристый томат вот что на картинке я выписывала у коллекционера и что получилось у меня один в один совпадает сейчас конечно уже говорит то что осталось большие то что которые они были мы уж их съели естественно они это средний томат естественно он начал созревать где-то в начале августа но сейчас середина почти конец сентября вот а сам из крупных из крупных вот он вот как он ребристый кто-то говорит мы ребристые томаты не любим только мясистые крупные я не всегда говорю не только из-за вкуса мне еще и красивые томаты нравится но что могу сказать об измайловском ребристом очень красив так средний спелый формировала я его в один в два стебля хорошо он завязывался единственная ошибка была но он доходит до метра 80 почти два метра но я его во внутренней стороне посадила конечно ему там было тяжеловато расти среди других всяких инденты туда тоже попали там не черри росло закрывал немного его естественно будущий год он у меня моей коллекции остается я его посажу он у меня будет средней грядки где вот будет он расти очень декоративный сорт до 500 граммов большие томаты были в каком-то обзоре когда я дегустировал томаты я показывал сегодня конечно я дегустировать не буду ну что тут вот мелкие уже томаты остались так что еще я вот себе конспектик сделала можно брать семена это не гибрид вот я уже с большого томаты естественно собрала очень хорошо завязывать жарко ли это было многие томаты пропускали но пара кистей тоже пропустила естественно там чтобы не стерилизоваться возможности не было не знаю до скольки там доходил почти 40 градусов на улице в теплице хотя и открыто было вкус томатной чисто немножко небольшая кислинка есть но вкусный желтый цвет в зрелом состоянии основные качества какие очень красивые плоды а от еще качеством не трескается что интерес ни один томат не треснул хотя кожица такая тонкая нежная плоско округлая вот и сильно ребристые сильно ребристые вот поздний томат уже ребер меньше но вот первый томаты конечно были очень красивые такие большие и ребристые отдельно я такой вот обзор не сняла жаль конечно так вот мельком показывала что вот этот томат а сейчас вот из остатков вас есть они решила показать так дальше в теплицу у меня еще раз другой гибрид не другой гибрид это у меня сорта один из ребристых гибридов хотя говорят что все гибриды как шары круглые но я верю вот то что написано женской доли гибрид я ни разу не видел увидела взяла решила его попробовать но тут сказано конечно крупные плоды до 300 граммов но у меня вот на наверно вот крупнее вот этого томата не не были опять-таки тут низкорослый сказано а так он у меня вымахал я его и посадил во внутреннюю часть теплицы а он вымахал очень высокий был хотя тут сказано до 90 сантиметров но я поверил вот тянут сантиметром вот столько но он вымахал под два метра в общем как говорится хочешь вверх хочешь проверить естественно я первый увидел больше нигде пока не видела этот вот сорт увижу естественно куплю но на всякий случай я вот сделала семена и в два иногда даже и в два получается лучше чем чем сам сорт наверное может материнские эти показывает в общем коллекции остается этот томат хотя я когда обзор делал говорила не очень не очень а потом уже когда я сорвали в красном состоянии он немного полежал вкус очень хороший то есть я всегда говорю у каждого томата свое время вот честно скажу грибной лукошка еще один на ребристый томат он у меня уже не остался ни количеством ни качеством не обрадовал может быть он рос как в загущении может чего не понравилось ну были конечно ребристые томаты были но не скажу что вот очень понравился если вот сравнить с измайловским ребристом у меня и томаты этого нет вот царь трюфель трюфеля мне вот оранжевый трюфель растила мне очень понравилось всех трюфелей набрала красный очень обрадовал трюфель и розовых неплох был и вот царь трюфель что интересно он не теплица не понравился томаты были мелкие вот не подходили вот то что написано до 300 граммов большие такие 170 сантиметров но много хвалебных слов в отзывах слышала вот хвалили много что хорошо получается но вот этот у меня царь трюфель несколько кустов осталось я посадила его в грунт он почти не зрелый я его забрала там уж погода какая пошла вот созрел он такой в грунте он у меня получился лучше а теплицы они были мелковаты для царя трюфели не тянули вот у меня такой обзор ребристых томатов моей коллекции останутся измайльской ребристой останется точно так царь трюфель я теперь думаю вот сделать из него семян тут семена еще остались тут 20 штук сипсат не жалеет семена а нет 15 штук тут еще семена есть посмотрю может быть вот они уже устойчивы в грунте они выращены конечно не половина созревшие я его собрала не знаю думаю вот из этого сделаю вкус понравится вот грунтовый томат попробуем сделать посмотрим что будет так трюфель остается измайловский остается грибной лукошка в этом сезоне 20 20 точно не будет женской доли если встречу куплю будет но и первый год я никогда не сажала двадцать первом году сделала семена я сажаю всегда через год всегда говорю семена должны полежать подышать кто-то говорит очень хорошо получается я действительно не получится но такого урожая вот на бычьем сорт есть такой бычилок очень понравился я не сделал семена сразу свои своих семян посеял мне показал он тебе качество которые были скажем первый год потом я подождала даже два года посадила все они очень хороший результат показали ну и опять таки год на год ведь не приходится в этом году вот такая жара была на будущем год может средненькое лето будет прогнозы оправдались в этом году ну и томаты рад были вот пока томаты еще есть что останется будем показывать обзоры еще с томатами но придет время томатов не станет будем просто семена так ведь надо уже подбирать список составлять потихонечку кому понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии если понравилось подписывайтесь на мой канал пока пока